Танк Симовенко Контеркаро, да, 64 мод, то есть 1964 года, да, ни хрена себе, еле выговорил, а так это СМВЦЦЦ-64, вот так вот будет он в простонародье, наверное. Карта зимняя, зимнючая, прям малиновка, прям вообще заснеженная по полной программе. И будем смотреть, почему эта ПТ-шка, да, наверное, одна из лучших на своем уровне и с орудием циклическим, не барабанным. Почему? 8,4 секунды перезарядка, урон отличный, пробитие шикарное. И нет вот этих дозарядок, то есть ожидания вот этого всего. Ну, с такой-то броней танка правильно идти, в принципе, за тяжами, да, ну а сейчас мы посмотрим, к чему этот разъезд приведет, будут ли тут те танки, по которым придется отстреливать. Ну, и с второй экран, экранизированный, который экран, и с экранами, короче, телевизор, и с два телевизора, да, пусть будет вот так вот. Светанулся первым, но его не видно, он за церковью, то бишь за зданием. Ну, и боец все-таки не доехал к тяжам, потому что... Опа, мистер. Понеслось. Понеслись вот эти вот непробития. Не, ну тут по-любому. 381, вынь да положь. Опа. Конь, который не супер конь. Ух ты! Ух ты, как залетело. Ну, и пока мы этот бой смотрим, да, поблагодарю всех за лайки, подписки, комментарии, за то, что вы присылаете свои бои. Опять-таки, повторюсь, решилась проблема с Танцкс Блиц, поэтому смотрим все, и Евро, и Ру сервера, все бои. И заранее присылайте, кто хочет попасть точно, тупо вернее, в шорт, либо вот в такой вот обзор заранее. Присылайте, пишите там, хочу попасть в шорт. Допустим, если я отбираю этот бой, да, так я сам, или хочу просто на полный обзор. Так будет мне проще. Потому что некоторые обижаются, что попал туда или туда, но, в принципе, это право выбора все равно будет за мной. Ну, если вы чисто конкретно напишите мне, что я бы хотел попасть туда, ну, я прислушаюсь к этому. Потому что некоторые бои, сразу объясню, пока здесь все ровненько и боятся стреливаться, кратко объясню. Не все бои можно поместить в 59,9 секунд, то есть, чтобы попасть в шорт. Так, ну, на захвате базы счет уже 1-3. Это все по красоте, что я могу сказать. Опа, есть, минус из второй. Счет 2-3. А, Дракула, не, ну, Дракула, то, ладно, хрен с ним, то пропустили. Но 2-500 уже урода. Что я вам сказать? 2-500 уже урона у бойца. А это уже очень-очень даже хорошо. Ну, боец решает все правильно. Навалить по Дракуле счет пока идет в минус. 3-4. Нет, нет, нет. Пока Тема еще есть шансы. Но я очень сомневаюсь. Что где-то тут что-то выровняется. Да, не, ну, вряд ли бойцу удастся догнать. Ну, да, 3-5. Дракула тут, конечно, петляет. Мама, не горюй. П-44. Ну, что, у Акулы у нас фуловая, да? Т-54Е2. Ага, там и 53ТП навалят. Ну, 53ТП может навалять. Танк шикарный. Ой, как же хорошо, что добил Дракула. Ну, как же нехорошо, что получил столько пробитий сразу по танку, боец. Ну, П-44 надо добивать, потому что 5-54Е2, он же Акулач, уже отрыгивает с нашей команды. Его заберет 53ТП, это по-любому. Т-20. Он даже не успел добить П-44. Он решил самоубиться. И причем еще и бесполезно. Это глупая была затея. Ой, как же хорошо. Четвертый фрагом становится П-44 Пантера. 3155 урона. И боится остался 1-1, 53ТП. 53ТП, балдежный танк. Я тащусь от него. Танк шикарный вообще. Для восьмого уровня, для тяжа, это имба. Ну, так же самое, как и ПТ, да? Вот посмотрим, смотрите, сколько. 3200 урона. 1 на 1. Посмотрим ли боец на 53ТП с руками. Или сейчас сорванет и просто получит люлей. Но опять-таки 720 хп у нашего бойца и фуловый 53ТП. Не пробил. Уже хорошо, уже хорошо. Да нет, все-таки, наверное, боец умеет играть на 53ТП. Видите, да? Сразу дуло поднял, чтобы не мог пробить боец. Сейчас, нет, 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 сейчас. Обменялись пробителями. 4100 урона. Это опасно очень. 313 хп это, в принципе, на раз. 53ТП по-любому пробьет. Нет, 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 уходи. Нет, не пробей. Ой, как же хорошо, что он так долго выцеливал и был неуверенным боец на 53ТП. 53ТП, да, все правильно. И поэтому, что по итогу победа. Ребят, обалденный бой. Мне понравился еще и калибровки прошел. 5000 урона, да, без копеечки. 5 фрагов. И, конечно же, мастер, я думаю, это достойно за такой-то бой. Бойцу-то одержать красавчик. Кому понравилось, обязательно поставьте лайк, прокомментируйте, если вдруг вам что-то не понравилось. Обязательно. Ну, и поблагодарю всех за лайки, подписки, комментарии, за то, что присылайте свои бои. Ну, а здесь у нас 5000. Такое, что я могу сказать. Там, конечно, а у нас, получается, ИСУ-122С даже был АФКшный. Ну, что я могу сказать. Бой классный, мне понравился. Кому понравилось, обязательно ставьте лайки. Ну, и на этом все, ребят. Всем спасибо. Пока.